Вот здесь был балкон. В ночь на 22 февраля Ольга Михайловна осталась без балкона. В момент обрушения она вместе с внучкой находилась дома. Леглю спать. Только я повернулась, тоже она вдруг. Бабах! Слышу. Это где-то было в 12-м часу. Побежали, посмотрели, балкона нет. Бегом сюда, здесь люди не пришибли кого. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Но инцидент мог закончиться куда трагичнее. Так как балкон у Фимки выходит, а точнее выходил на оживленный тротуар. Сам дом 1952 года постройки. И с каждым днем он становится все опаснее для жизни, уверены жильцы. Да, боюсь. Очень сильно. Я вот в деревню уезжаю на лето и еду домой. И думаю, господи, живой у нас там дом нет. Звоню дочери. Вы там живы еще? Нет. Она, мам, пока стоим. Олег, опять замазывают, замазывают, закрашивают. Уже надоело все это. Все надоело. Ну что это такое? Что за жизнь у нас? Управляющая компания обещает создать комиссию для обследования состояния остальных балконов. Между тем, делом заинтересовались надзорные органы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям услуживающей организации и органам местного самоуправления по ближайшему содержанию многоквартирного дома, а также мероприятие направлено на твердознание дома о варенье. В квартирах жильцов тоже не все гладко. На стенах трещина, а вместо плинтусов пустоты. Где должен быть косяк и где должен быть это? Все отошло, все отвалилось. Несколько лет назад в этом же доме уже рухнул один балкон, но двухэтажку не торопятся признавать аварийной. Юристы советуют жильцам взять инициативу в свои руки. В случае, если дом находится в плачевном состоянии, жильцы имеют право обратиться в прокуратуру, в государственную жилищную инспекцию. В свою очередь эти органы должны провести комиссию, создать комиссию и провести проверку, а также возникнет необходимость в проведении строительной технической экспертизы. Если по результатам экспертизы станет понятно, что дом является аварийным, жильцов должны расселить. Местные надеются, что это произойдет как можно скорее.